Главный хейтер Doom The Dark Ages Снова здравствуйте, дорогие друзья И я понимаю ваше негодование Я прямо чувствую, что вы совершенно не понимаете, что здесь происходит Типа, при чём тут вообще DSP Gaming и Doom The Dark Ages Just, что ты несёшь? Это кликбейт какой-то? Но нет, дорогие друзья, это не кликбейт И если вы хоть немножко следите за англоязычным интернетиком То вы уже наверняка поняли, что за поток шизофазии и кринжа нас сегодня ждёт Сегодня мы с вами поговорим о... Бля, не, не, я рад Я рад, что про DSP Gaming узнаёт всё больше ютуберов Это легендарная личность Про которого интересно снимать видосы Про которого интересно смотреть видосы И довольно смешно, но которого абсолютно не хочется смотреть лично DSP Gaming о том, как он Doom The Dark Ages Господи, ты ходишь как я с выпеченной жопой Это что бы тебя свои издалека узнавали? В смысле я хожу с выпеченной жопой? Окей, погоди В смысле? Ну вот обычная походка, я не знаю, что Вот я, ну я как обычно хожу вот так, да Нормально я хожу, блядь, и нахуй Блядь, я всегда так ходил, а ты бесят меня В смысле с выпеченной жопой Нормальная физиология человеческая Хейджа засирал Ну и в очередной раз убедимся в криворукости этого персонажа, конечно же А перед началом ролика хочу порекомендовать вам Да, кстати, знаете, что смешно? DSP Gaming Он, шо бы, шо бы кто ни говорил про DSP Gaming Свина-таракан все еще в действии Все смеялись над DSP Gaming Ха-ха, типа, свина-таракан, пигровуч, вся хуйня Он пережил даже, блядь, доктора дизреспекта Это не шутка, этот человек всех на ютубе переживет Он неотменяемый Он все еще будет сидеть для своих двухсот зрителей И вымаливать с них копейки на всю хуйню Этот человек будет, блядь, жить вечно Он никогда не уйдет с ютуба, ему уже 45 лет Он никогда, сука, не уйдет, блядь Он будет жить вечно В момент ему 42 годика 42 И вы уже могли слышать об этом челе в интернетах Ибо он довольно-таки известен Правда, известен он стал от них не благодаря своей базированности А наоборот, благодаря своей алчности и жадности А вообще это не так важно А важно то, что на Западе многие называют нашего сегодняшнего пациента взрослым ребенком Ну и того И причиной этого стало его признать Он пережил Стаса и как просто Он пережил доктора дизреспекта Он пережил всех Он пережил чувака с игровых теорий Совершенно, блин, не свойственное 42-летнему мужику Контент, который он производит, это в основном стримы И то, насколько он неадекватен и как будто не является взрослым человеком, что ли Мы увидим чутка позже Но, как вы все знаете, все мы родом из детства Как и, собственно говоря, Фил Бернелл Его главная проблема Не, просто рофл в том, что все успешные ютуберы из начала десятых Они уже давно закончили карьеру и охуенно себя чувствуют Там, Пьюдипай и прочее У них все вообще заебись А этот чел, он начал еще раньше, чем они Он был известен, просто нихуя не менялся со временем Его контент стал все менее и менее качественным Всем стал на него похуй Банально не мог купить карту захвата Из-за этого записывал свои дебильные летсплеи, блять, камеры у телевизора В итоге, когда уже все закончили карьеру, ушли на пенсию Как Пьюдипай, там все остальные Этот долбел все еще сидит и вымаливает бабки на, блять, счета за электричество Спустя... Сука, у него было все У него был реально золотой билет в жизнь Пиздец, дебил просто Пьются, снимают, но очень редко Очень редко и для себя больше То есть он чисто по приколу Для него это уже не работа Он просто на ютуберской пенсии В детстве и юношеском возрасте он был чрезмерно капризен Чтобы вы понимали Он уже будучи довольно-таки немаленьким ребенком Лет 8-10 устраивал истерики своим родителям Потому что они не смогли купить ему ту игрушку, которую он хотел Что детям такого возраста не свойственно как бы уже И говорит о том, что у него явно есть какие-то проблемы Ну или как максимум реальные психические отклонения Ну я уж в этом плане не специалист В 2000 году он окончил школу и пошел получать Нет, там, короче, была смешная история Не знаю, почему чел не вставил Короче, история была в том, что он был пиздюком И вышли игрушки по мультфильму Люди Икс Помните этот мультфильм 97, по-моему, или что-то такое И он просил родителей купить ему росомаху Они пришли в магазин Там стояла росомаха из этого мультика И он говорил родителям Я хочу этого росомаху И такие, мы подарим тебе его на Рождество Он говорит, ну да, ну купите его сейчас Они его не купили Потом он написал на Рождество хочу его Родители пошли в магазин, а его уже не было И он сказал им, типа Я же говорил вам, что нужно было купить эту игрушку Почему вы ее не купили Я говорил вам, почему вы не сделали то, что я хотел Рофл в том, что мы знаем эту историю Потому что он ее рассказывал на день рождения, по-моему, в 41 год И он рассказывал ее не как шутку Он ее рассказывал, как будто он реально ненавидит своих родителей У него, сука, ему 41 год тогда исполнился Он рассказывал эту историю, как будто он родителям это припомнил И их нахуй ненавидит То есть он реально вот до сих пор Как будто бы в этом возрасте остался Это пиздец Ну, кстати, но не то, чтобы в этом возрасте не свойственно Ну, я имею ввиду, пиздюком не свойственно такое, типа Там, неблагодарность к родителям и прочее У пиздюков такое бывает Пиздюков в университете, даже закончил его со степенью в области финансов Но к играм он пристрастился еще в 90-х Тогда он даже участвовал во множественных турнирах по стритфайтеру И побеждать ему, увы, не удавалось Потому что он был слишком капризен И постоянно ныл Более того, проигрывая, он начинал оскорблять своих соперников Что показывает его еще более невменяемым человеком Он, будучи уже взрослым человеком, вел себя буквально как ребенок Короче, DSP Gaming это уникальный кадр Он был киберспортсменом, он себя считал киберспортсменом по стритфайтеру Он приехал в 2004 или 2003 году на какой-то чемпионат по стритфайтеру По второму, да, по второму стритфайтеру И начал всем рассказывать, что он номер один в Америке по стритфайтер 2 Профил был в чем? Тогда использовали версию стритфайтер 2 на этом чемпионате Которая вышла на PlayStation 1 Порт стритфайтер 2 для PlayStation 1 Киберспортсмен ненавидит, потому что он довольно сломанный Там плохая частота кадров У персонажей есть глюки и прочее Ну, короче, довольно сломанный порт Многие киберспортсмены тогда отказались Вот, и он пришел туда Он проебал там японцу, китайцу, по-моему, или что-то такое И он в итоге занял четвертое место Там перед ним было два японца и, по-моему, один китаец Но из-за того, что перед ним были японцы и китаец А он был из Америки Он сказал, что он Внимание Номер один в Америке по стритфайтер 2 в 2003 году Его, сука, его так обосрали, блядь Его просто Его ненавидели всем сообществом Его там хейтили Блин, просто всех хуйсосили его И тогда у него появилась кличка King of Hate Король хейта Не то, что там, типа, он кого-то хейтит Хотя он доебывался там до всех Там въебывался постоянно Его все пиздили А то, что его просто все ненавидят Потому что он лох, блядь Лишь в 2004-м Так вот, в чем еще один рофл этой истории Чтобы поехать на этот чемпионат Он, насколько я помню, уволился с работы И очистил, обчистил все свои кредитные карточки Там на несколько тысяч баксов Чтобы позволить себе поездку И выиграть на этом чемпионате А потом он забыл О том, что это надо оплачивать Из-за этого погряз в долгах Которую оплачивал до 40 лет, блядь Потому что он не знал Потому что он не делал ничего неправильно Он все делал правильно В этом году ему удалось занять Четвертое место на одном из турниров Ну а популярным его сделали Его твич и ютуб-каналы На которых он играл в игры и стримил Потом нарезая записи стримов на отдельные ролики Как бы прохождение На ютуб выкладывать ролики он начал в 2008 году И время ему было, получается, 26 лет И даже тогда он вел себя совершенно неадекватно Действительно всемирно успешным Но как успешным, скорее узнаваемым Его сделало то, что он вообще не уважает своих подписчиков Настолько не уважает, что позволяет себе Во время стримов и не только на них срываться Изначально он психовал на своих зрителей Только в те моменты, когда не мог что-то пройти в игре Не, чел Его знаменитым сделало то, что он был одним из первых летсплееров на ютубе Хоть он и снимал на камеру DSP стал известен благодаря тому, что он был одним из первых летсплееров Потому что мало кто вообще загружал что-то на ютуб И из-за этого он очень много перед всеми выебывался Он, короче, был как Озон, который говорил, что он, типа, первый обзорщик в России Или что-то подобное Вот, DSP Gaming, кстати, был любимым ютубером этого Толина Который, затворник, дома сидит Вот, и что смешно касательно DSP Почему у него несколько испортилась репутация Во-первых, когда он проходил Dead Space 2 Он начал шутить, что некроморфы это евреи И, соответственно, короче, он довольно странный парень А эти зрители, естественно, в чате пытались ему что-то подсказать По итогу оказывалось, что подписчики плохие Игра, в которую он играл, говно А Фил молодец и самый правильный Но потом появились и тролли, которые специально его выводили Увы, обо всём, что вытворял этот чувак, я тут рассказать не смогу Да и не собираюсь Здесь... А он дрочил на камеру Я хочу обсудить конкретно его вакедоны в сторону Doom the Dark Ages Если хотите узнать больше информации про нашего сегодняшнего пациента Ну или если вы мне не верите, что он прям шизоид То можете чекнуть ролик ДТ-47 на эту тему Ну а если под этим роликом будет, ну давайте, 500 лайков То сделаю тоже разбор на этого чела Там много ещё чего можно обсудить Переходим к основной теме ролика Знаете, я был уж очень впечатлён тем, что нам показали на Xbox Games Showcase 2024 И в особенности новым Doom Да и то, что я сделал аж целых два 20-минутных видео на эту тему, говорит само за себя И да, я уже разбирал чела, который считает данную презентацию говном И именно поэтому я даже не планировал снимать это видео Я думал, что закончу эту тему Я про Xbox Games Showcase в общем и Doom the Dark Ages в частности Да, конечно, я видел негативные реакции на трейлер нового Doom'а Но я думал, что их разбирать не стоит Кстати, да, говорят, в новом Doom'е не будет такого акцента на прыжки, как в Eternal'е Игра будет... ну короче, если ты раньше был типа таким попрыгунчиком То теперь ты будешь больше танком Либо большинство из них от ноунеймов Но совсем недавно я наткнулся на реакцию А вернее, на мнение DSP Gaming по поводу Doom the Dark Ages И понял, что просто обязан сделать это видео В принципе, мне было бы всё равно на такое видео от кого угодно, кроме DSP Gaming Ведь это главный нытик интернета Самое настоящее капризное дитя в теле взрослого 42-летнего мужика Если это только не будет Doom Это, блин, будет Doom Это будет Doom, новый Doom Чёрт возьми, я думал, что это будет Elder Scrolls Да, это новый Doom Да, блин Эта серия сейчас полный отстой Это не то, чем должен быть Doom Чувак, он грёбаный космодесантник, сражающийся с захватчиками из ада Это не грёбаная средневековая игра в жанре фэнтези Знаете, я недавно понял, что разработчики каждый раз пытаются сделать новую часть серии Уникальной и не похожей на предыдущую Если взять Doom 2016 и Eternal, это вообще совершенно разные игры по своей динамике и по своему сандбоксу Doom 2016 это полубутс андеграунд, полувертикальный шутер А Doom Eternal это полноценный вертикальный шутер Doom The Dark Ages, в свою очередь, будет полностью бутс андеграунд Эта тенденция заметна и в плане сеттинга Каждая игра выполнена в разном стиле Типа Doom 2016 Бля, я не понимаю, он всерьёз разбирает нытьё DSP Gaming по поводу трейлеров Doom Бля, чел, нет, сори, сори, чувак, я очень ценю тебя Пацаны, можете досмотреть сами, но я не хочу заниматься сегодня просмотром разбирания нытья DSP Gaming Бля, это последний человек, чьё мнение для меня вообще что-то нахуй значит Я ценю своё время, поэтому, чувак, посмотрите в свободное время, гайз, этого прекрасного человека Но я не хочу, я ценю своё время больше, чем смотреть на...